Сегодня, 8 августа, праздник усатых и полосатых. Всемирный день кошек отмечают не только с целью чествования домашних питомцев, но и чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Наш сегодняшний гость – истинный любимец своей хозяйки. И он уже в нашей студии. Передаю слово Ирине Коваленко. Спасибо, Анна. У нас сегодня в гостях исключительно женская компания. Это Ирина Лощенова и ее замечательные кошки Соня Ивьянка. Здравствуйте, Ирина. Расскажите о наших гостях поподробнее. Начну с более взрослой кошечки, которая находится у вас на руках. Дома она просто Соня, а официальное имя Сантана Верона Кэтс. Это взрослая кошка, породы шотландская, короткошерстная. Она очень титулованная девочка, очень активно выставлялась, входила в рейтинг лучших кошек России. Сейчас она, будем говорить так, на заслуженном отдыхе и полностью оправдывает свое имя. Рядом со мной находится кошка породы Мейн-Кон. Одна из популярнейших пород. Глядя на нее, наверное, понятно, почему. Ирина, расскажите, откуда такая любовь к кошкам? После сложного дня приходишь домой. Она обязательно приходит, приветствует, она здоровается. И вот само ощущение прикосновения к этой красоте, это непередаваемое ощущение. Меня, наверное, поймут только те, кто с этим сталкивается постоянно. Считается, что кошки обладают еще к тому же и целительным даром. Это так? Если, допустим, усталость или утомление, кошка ложится около головы. Одно кошачье мурчание стоит очень многого. Конечно, никакая собака не сможет мурчать так, как это делает кошка. Дайте, пожалуйста, рекомендации тем, кто только хочет и планирует завести кошку. Конечно, здесь нужно определиться в первую очередь, что мы хотим. Потому что, согласитесь, есть разница. Либо, допустим, это семья пенсионеров, либо это семья с детьми. Есть кошки более спокойные, есть более темпераментные, есть, как мы говорим, говорящие. Есть те, которые любят побыть все-таки сами по себе. Поэтому я всегда говорю о том, что не нужно торопиться, потому что кошка – это все-таки член семьи, который у нас появляется как минимум лет на 15. И к этому выбору нужно подойти осознанно. Спасибо, Ирина, за беседу и за милое общение с животными. Любите кошек, и они обязательно ответят вам взаимностью. Анна, вам слово.